Привет всем из Токио! Вы на канале о моде, красоте и сегодня в очередном развлекательном воскресном видео мы с вами посмотрим модную обувь от известных брендов, что сейчас продается в бутиках, новая коллекция, еще один день шоппинга, примерка одежды, бренд Miu Miu, быть частью этого видео у нас небольшая распаковка, средства для очищения кожи, уход от бренда Canebo и Sensei. Ночная жизнь Токио, посмотрим как выглядит улица с популярными барами, клубами в районе Синдюку, а ужинаем мы с вами сегодня в ресторане. Французская кухня с красивым видом на Токио, показываю меню, какие блюда подают здесь. Приятного вам просмотра, друзья! Буквально в прошлом видео мы с вами были в большом универмаге Esitan, где была представлена новая коллекция. В конце видео вы увидите продолжение того дня, а на следующий день я отправилась в другой департмент store, называется он Daimaru, находится на станции Токио, чтобы посмотреть модные новинки от бренда Miu Miu. На первом этаже продаются вот такие интересные аквариумы, натуральные декоры для дома, разной формы с растениями, камни, кора деревьев, миниатюрный оазис. Также я увидела такие интересные модели машинок, коллекционные варианты, они расписаны вручную, японское производство. А в прошлом видео, да, мы с вами видели новую коллекцию и было очень много посетителей и не все я успела посмотреть, поэтому заглянула сюда на втором этаже, есть бренд итальянский Miu Miu. На первом этаже Louis Vuitton Prado. Такой у меня образ дня сегодня, не успела даже вам показать перед выходом. Итак, я уже в примерочной посмотрела ассортимент, выбрала кое-что примерить. Образ дня на мне футболка Céline белого цвета, юбка длинная из денима от Margiela босоножки, это Hermes и сумочка сегодня со мной была в Хэнди. Итак, друзья, я посмотрела коллекцию, но дело в том, что оказалась новая коллекция представлена была только в универмаге и сетан, и также в бутике, а здесь новинки поступят только в середине сентября, но я выбрала все равно кое-что. К примерю, худи удлиненная модель очень приятного розового припыленного цвета, но посмотрите, какие манжеты. Они из очень хлипкой ткани, уже растянутые заранее, я понимаю, конечно, что это такой стиль, но скажу прямо, выглядит дешево по сравнению с полной ценой, а цены в Miu Miu очень высокие сейчас, и они даже не указаны на этикетках. Консультант сказал, что в Prado и в Miu Miu в последние годы перестали указывать цены на этикетках, но их можно посмотреть на сайте, конечно. Ну, в общем, худи удлиненная, хорошая модель, она мне понравилась, но не за такую цену. Консультант мне принесла еще вот такой укороченный вариант, чтобы померить за брюками серого цвета, S размер, а брюки вот такие с резинкой с названием бренда. Красивые брюки, они продаются в черном, и в сером цвете. Серый, который я примеряю в клетку, интересен тем, что декоративные швы черного цвета выполнены, и они дороже, чем черные. Мне брюки очень нравятся, но я поняла, что таким моделям мне не идут. Они, видите, на резинке сдавливают и большой, очень слишком большой объем придают на бедрах складки спереди. Нужно носить чуть ниже талии, вот эта часть для меня слишком длинная, ведь они слишком болтаются. Возможно, размер меньше был бы лучше. Я примеряю 40 итальянский размер, а в целом брюки мне очень понравились. И вот еще одни брюки серого цвета тоже в клетку, но модель такая классическая, тоже 40 размер. Итальянские размеры здесь указаны и цены также нет. Посмотрите, вот эти брюки на мне сидят идеально, но модель простая, классическая. Фасон очень хороший, мне прям идеально подходит, мне понравились очень эти брюки, но модель более модная, конечно, с резинкой предыдущей. То, что я мерила, пишите в комментариях, что вам понравилось из примеренных вещей. А я еще взяла вот такую рубашку в примерочную светлый кремовый цвет. Надпись MIU MIU и больше, в принципе, никаких деталей нет. Удлиненная модель, думаю, будет очень хорошо смотреться, например, с вязанным жилетом. Но у меня есть несколько рубашек такого плана удлиненных. Пенни Лофера с монеткой, классический черный цвет, 37 размер, они очень удобные. Сейчас в новой коллекции такие же есть бордовые, потом вы их увидите в конце этого видео. Вот так смотрятся на ноги, очень удобные кажутся. И размер обычно, да, я выбираю 37-37,5 в зависимости от брендов. Летние сандалии, такие еще кремового цвета. Это новая коллекция, которую мы с вами видели в прошлом видео в Департмент Стоа и Сетан в районе Синдюку. Я хотела посмотреть одежду, потому что в тот день было очень много людей, посетителей, и я не посмотрела полностью коллекцию. Коричневого цвета много, продавались сумочки, обувь, вот такие шикарные пальто из замши, расшитые кристаллами. Кто не смотрел предыдущее видео, ссылку оставлю на экране, посмотрите. А сегодня далее мы с вами посмотрим модную обувь. Вышла на улицу и вовремя успела поймать такси. Каким-то чудом полил такой сильный дождь. В Токио в центре поймать такси нет никакой проблемы, вызывать не нужно, но когда погодные условия меняются резко, то такси найти, конечно, очень сложно. Проливной дождик. Сейчас мы с вами едем по новой дороге, такое интересное покрытие. Асфальт какой-то мягкий и говорят, что на нем вода не скапливается, нет луж. Да, действительно, можно видеть разницу. Это обычный асфальт более темного цвета, а светло-серый как ковровое покрытие. Итак, друзья, я дома. Сегодня мы с вами пьем чай, называется Rose Royal, я заварила, и пробуем сладости, которые продаются в Department Store. Даймару на станции Токио самые популярные. Называется New York карамельный сэндвич. За ними всегда, каждый день стоят большие очереди. Мне подарили, я очередь не стояла. Давайте попробуем, что же это за сладость такая и стоит ли за ней стоять в очереди. Японское производство. Чай тоже ароматный, японский, марка Lupisia. Черный чай, клубника, роза, игристое вино. Чашечки сегодня тоже по цвету подходят к карамельному десерту. Английские фарфоры с рисунками натюрморты. Итак, давайте пробовать. Из описания. Тающий во рту молочный шоколад обволакивает карамель, приготовленную из свежих сливок и коричневого сахара. А затем зажатую между маслянистым ароматным тестом для печенья, зажаренном в специальном тостере. Да, друзья, это невероятно вкусно. С ярким насыщенным вкусом карамели. Это очень вкусное печенье. Возможно, да, стоит постоять в очереди. Оно производится с разным вкусом. А этот вариант с карамелью приготовлен по оригинальному рецепту. Нью-Йоркский карамельный сэндвич и, по-моему, кубинский какой-то еще десерт, взятый за основу вкуса. Далее, друзья, мы с вами распаковываем кое-что из косметики. Это бренд японский Sensai. Умывание для лица. Это самая дорогая линейка. Называется Ultimate. В ней есть уход для кожи и также умывание. Я уже им пользовалась. У меня оно закончилось. И давайте еще новую откроем коробочку. Покажу вам, как упаковано, что внутри. Помимо большого тюбика с умыванием, в упаковке также есть вот такая кисточка, которой можно взбивать пенку. Очень мягкая на ощупь. Шелковистая. В кисти есть специальное отверстие. Ее можно подвесить после использования. Кисточкой можно взбивать пенку, также нанеся небольшое количество воды. И средство для умывания. Мягкими круговыми движениями делается легкий массаж. Взбивается роскошная пенка. С кремового мыла, конечно, великолепная текстура. Аромат очень приятный. И также в этой линейке есть масло для демакияжа. Cleansing Oil. В Sensei большой очень выбор очищающих средств. Я помню, мне нравился гель, крем для демакияжа. Но вот это масло, конечно, оно самое шикарное. Из линейки Ultimate. Текстура настолько шелковистая, нежная. Одно удовольствие пользоваться. Масло очень хорошо очищает кожу, отлично удаляет макияж, растворяет его. Концентрированное масло с текстурой эссенция. Оно потом очень легко, хорошо смывается водой. Не слишком густое, вязкое. А это мой любимый тритмент для губ. От Sensei пользуюсь им уже много-много лет. Когда первый раз попробовала, был полный восторг. И до сих пор не могу найти аналогов этому средству. Самое лучшее увлажнение для губ. Также его используют для области вокруг губ. Можно делать массаж. Хорошая помпа. И можно выдавить не полное нажатие, а только половинку. Если хотите, например, использовать днем. Особенно перед макияжем. Большое количество средства не нужно. Я обычно использую этот тритмент только для губ. И по контуру губ. Но предназначен он, как я уже сказала, для всей области. Озоны, как ее называют, вокруг губ. Во всей косметике от бренда Sensei входит королевский шелк. Кои Фимару. Текстуры, конечно, очень приятные. И вот этот тритмент для губ расслабляет. Длительно сохраняет кожу увлажненные. Напитанные губы не пересыхают. Я пользуюсь утром и вечером. Но сейчас вышла новинка в бренде Sensei. Лип-тритмент для дневного использования в форме стика для губ. Я думаю, что тоже очень хороший. Уже вечер я буду удалять макияж и покажу вам средства. Сегодня у меня, как всегда, стойкий макияж глаз. Тушь водостойкая, лайнеры. Очень сильно водостойкие. Смываются только хорошим гидрофильным маслом. Либо двухфазными средствами для удаления макияжа с глаз. Давайте покажу вам еще раз текстуру. И как упакованы средства. Наносите сухими руками на сухую кожу лица. На макияж, на глаза. И косметика постепенно, через несколько секунд, начинает растворяться. Не нужно тереть глаза. Подождите буквально несколько секунд. Массируя тем временем кожу, косметика растворяется постепенно. Мне очень нравится масло Ultimate. У него волшебная, очень нежная текстура. Эссенция, шелковистый, тающий на коже. И оно легко смывается водой. Не оставляю жирной пленки на глазах, на коже. Глубоко очищает, быстро удаляет макияж, себу. Высокий фактор избежащиты. Также хорошо удаляется такими средствами на масляной основе. А теперь умывание. Пенка. Смочив лицо, средство можно нанести на кожу лица небольшое количество. И использовать кисть. Массировать ей кожу. Она очень нежная, приятная, шелковистая. Я сегодня просто быстро умываюсь. Не использую кисточку. Такой вариант тоже возможен. И также кисть можно использовать с другими какими-то средствами для умывания. Когда пенка Sensei закончится, очень качественно сделана, долго служит. Линейка Ultimate Sensei это самый роскошный антивозрастной уход. И во все средства входит помимо шелка Koishimaru, еще омолаживающий комплекс на основе сакуры. Для упругости, сияния, бережное очищение. И кожа остается увлажненной, гладкой, как шелк. А сейчас давайте покажу вам самые любимые средства для очищения кожи от Kanepo. В этом бренде тоже большой выбор очищающих средств. И все они очень хорошие. Я пробовала все. Но самые любимые это вот такое масло. Instant Off Oil называется для тех, кто красится. Водостойкая тушь для ресниц, лайнеры. И второе средство для умывания. Давайте покажу вам масло. Оно тоже имеет вот такую легкую текстуру. Хорошо смывается водой. Не оставляет пленки ни на глазах, ни на коже. Быстро растворяет косметику, удалит даже водостойкую тушь. Мягко удаляет стойкий макияж без трения. Содержит низкомолекулярное масло. Оно очень легкое, но быстро растворяет косметику. Аромат совсем другой, если сравнивать с Sensei. Но тоже очень приятный. Здесь ландыш, роза и чайный цветок. А это самая любимая пенка для умывания Kanepo. Называется она вот так. Comfort Stretch Wash. Вся косметика, конечно, производства Японии. Бренд Kanepo здесь, в Японии, вы найдете в любом универмаге, в любом департамент-стол, где продается люксовая косметика. А косметику Sensei можно приобрести в магазине Isitano в Токио, куда мы с вами как раз потом отправимся в конце этого видео. И также в Duty Free в Японии. Вот такое средство. Очень хорошо тоже пенится. Я не стала уже вам показывать. Приятный аромат. И вот как написано, комфорт. Тогда так оно и есть комфортное умывание. Его можно использовать два раза в день. Оно очень мягкое, не сушит кожу. Рекомендуют умываться им даже людям с сухой кожей. Ее называют даже косметической сывороткой для умывания. Очень увлажняющая и густая хорошая пенка получается. Далее после очищения кожи, после умывания используют увлажняющие средства. Сегодня я наношу вот такой жидкий лосьон эссенция. Он Skin Essence F. Называется приятный тоже аромат, текстура, очень увлажняющая. И этот вариант хоть и легкий, жидкий, но на самом деле он предназначен больше для сухой кожи. Содержит наномасла. А второй вариант точно такой же. Он Skin Essence V. У него наоборот более густая текстура. Давайте я вам покажу как раз в сравнении. Но предназначен он более для комбинированной, для жирной кожи. У меня кожа ближе к комбинированной. И мне в принципе подходит и тот и другой вариант. В зависимости от сезона. Увлажняет роговой слой, защищаясь от сухой среды. Написано, что для тех, кого беспокоит сухость и одновременно блеск поверхности кожи, можно выбрать средство по типу кожи. Далее после увлажнения я буду наносить сыворотку. Очень хорошая антивозрастная сыворотка. Называется Lift Serum. Для придания коже упругости. Подходит для области глаз и нижней части лица, линии подбородка. Приятная увлажняющая текстура. Делает зрительно красивой кожу, напитанной. И придает коже упругость. Вот такая легкая текстура. Да, упругости, конечно, хотелось бы добавить немного. Особенно на нижнюю часть лица. Вот здесь. Но, конечно, не нужно ждать какого-то невероятного эффекта. Как после пластической операции. Но, тем не менее, да, кожу она действительно уплотняет. И она выглядит более упругой, ухоженной. И это даже, кстати, не косметическое средство, а как полулекарство считается в Японии по категории. Покажу вам еще капли масла от Canebo, которые можно добавлять в любой свой любимый крем. Использовать для кожи лица, тела, волос. Это лечебное масло универсального назначения, которое можно использовать, как вам захочется. Иногда, знаете, бывает, например, тональная основа слишком сухая. Можно добавить одну капельку такого масла. Смешать с тональной основой, и оно будет лучше наноситься. Масло имеет насыщенную гладкую текстуру. Очень хорошо впитывается, не оставляет липкости. Кожа становится мягкой, глянцевой, но не слишком жирной. Содержит смягчающие компоненты, комплексы Baby Soft Oil, жирные кислоты, оливковое масло, сквален, масло семян макадамии, масло жажаба. Другие полезные увлажняющие компоненты можно смешать с любым своим кремом. Добавить буквально одну-две капли. Наносить на сухие участки кожи. Для лица я использую антивозрастной крем от Sensai из линейки Absolute Silk. Вот этот вариант мне очень понравился. Можно добавить масло, но и без него этот крем прекрасный. Хорошо увлажняет, питает кожу, но при этом очень легкий. Быстро впитывается, не ощущается на коже, не оставляет жирной пленки. И аромат приятный. Текстура нежная, тающая на коже. Крем с освежающей и интенсивно увлажняющей текстурой. В этой линейке представлено два варианта крема. Мне больше подошел вот этот. Называется он Illuminative Cream. Он кажется таким легким, освежающим, но в то же время очень хорошо увлажняет, питает кожу. Надолго сохраняет увлажнение, улучшает цвет лица, освежает. Уберет, конечно, мелкие морщинки. 40 мл входит, придает свечение коже. Кожа светится, как изнутри. Приятный очень крем. Давайте покажу вам, как он упакован. И в комплекте входит также лопаточка, которой нужно брать. Крем его можно наносить утром и вечером. После использования лосьона, по желанию сыворотки, антивозрастной уход. Конечно, крем содержит тоже шелк. Японский коющий мару. Текстура очень нежная, таяющая на коже. Приятный свежий аромат. Такой крем я чаще использовала на ночь, а вот днем мне очень нравился флюид. Из этой же линейки Absolute Silk. 80 мл. Вот такой красивый тяжелый флакон. Этот флюид без SPF защиты. Поэтому, в принципе, его можно использовать и утром, и вечером. Но я чаще использовала, как именно утренний уход. На него хорошо ложится косметика. Кому можно поверх нанести SPF защиту свою любимую? Флюид – это облегченный вариант крема. Вот такие бьюти-средства сегодня я вам показала по уходу за кожей. А далее в этом видео вы увидите вторую часть. Как я вам и обещала, сегодня модные коллекции обуви. И подходящие к ним сумочки. Известные люксовые бренды. Prada, Miu Miu. Другие марки сегодня. Посмотрим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...